С россиянами я разговариваю по-русски. Давайте по-русски. Откуда вы будете? Города Герой Харькова. А что у вас там сзади написано? Не хвилюйтесь или что? Слишком много вопросов. Я еще на первый не ответил, вы не услышали его. Хорошо. Слушаю от вас. С города Героя Харькова. Вы откуда? Еще раз не услышал. Города Героя Харькова. Город Муданск. В 2014 году вы на референдум ходили? Конечно. Кто организовывал этот референдум? Наша местная власть. Кто именно? Местная власть организовывать не могла. Пилавов, мэр города. Мэр города не мог организовывать. Вы от него открестились. Еще раз. Кто организовывал этот референдум? Как это? Вы открестились от всей своей администрации. Тогда вы ее свергли. Кто организовывал референдум? Пилавов был мэром города. С какого по какой год? С конца 2013 года по сегодняшний день. Он не организовывал референдум. Вы врете. Кто организовывал в Луганске референдум? Жду ответа. Хорошо. Тот, который... Как же его фамилия была? Я даже забыл. Уже это так давно было. Давайте попроще. Где почитать? Есть. Я могу ввести? Ну, который первый... Кто проводил референдум в Луганске в 4-12? Тот, который... Да. Ну, вводите и скажите мне сразу. Так. Платите. Информации нет. Нет. Ну, все равно провели как-то. Провели очередя, чтобы вы понимали. Кто оплачивал референдум? Откуда деньги взялись? Откуда рубли в Луганске взялись? Откуда рубли в Луганске взялись? Кто проводил референдум? Я все еще жду ответа. После того, как Украина перестала выплатить... Еще раз. Еще раз. Еще раз. Украина... Россия начала... Сяк, секундочку. Еще раз. У нас два вопроса. Не после, не это и так далее. А, первый вопрос. Откуда? Кто проводил референдум? И второй вопрос, после того, как вы ответите на первый вопрос, второй вопрос сразу будет, откуда в Луганске взялись рубли? Снова. Давай, голос. Какой первый вопрос? Кто организовал референдум? И где об этом почитать? Местные власти. Где об этом почитать? Местные власти. Кто? Фамилии? Ты не нашел. Так вот я тебя... Как фамилии, имена. Где об этом почитать? Просто Плотницкий не мог организовать. Плотницкого тогда не было. Кто организовал? Где почемовки почитать? Глава избирательной комиссии, к примеру. Кто это все были люди? Вот, к примеру, я могу открыть там выборы президента Украины, там любой год. Это выборы президента России, как бы не смешно это не звучало. И там мне скажут, будет написано, глава избирательной комиссии и так далее. Глава избирательной комиссии, Луганск, 14-й год. Находи, находи. Помоги мне. Знаешь, как вот я вижу суркан... 9,5 лет я еще не могу найти. Давай, ты, житель Луганска, помоги мне. Я тебе объяснил. Не подгорай. Местные власти организовали референдум. Какие местные власти не организовывали референдум в Луганске, потому что местные власти были свернуты дырами. Еще раз, кто организовывал референдум в 14-м году? Слушай, а ты не попик, не? Я путаю. Я жду ответа на вопрос. Давай, снова. Еще раз. Снова я тебе звук выключаю. Не отходи от темы. Я жду ответа на свой вопрос, и только тогда мы сдвинемся с этой мертвой точки. Где почитать, кто организовывал референдум в 14-м году? Местные власти не организовывали, потому что местные власти были дыркиным свергнуты. Звук включил? Голос. Звук включил? Голос. Звук включил мне? Голос. Звук включил мне? Голос. Звук включил мне? Голос. Махни рукой, когда звук включишь. Голос, я ж сказал тебе. какой красавчик о чем-то поговорим не знаю ты о чем хочешь а предлагай не знаю слушай значит хочу вот собирал мнение украинских блогеров хочу и твое тоже услышать на эту тему скажем ли был на украине госпереворот или нет когда в четырнадцатом году я бы не назвал того с переворотом а как бы назвал госпереворот если президента сверка было но то ему недоверие от народа выложена за счет его из-за его действие за разгон студентов последствий он сам же подписал документ с оппозиции 21 февраля дальнейшего действия уже были действительно уже последствия не конституционные то есть и до этого были не конституционные действия это разгон демонстрантов берку там это принятие законов поэтому по сути переворота не переворот был бы если бы военные зашли верховную раду и сменили бы власть а так рада осталось то же самый конституционный суд остался тот же самый все осталось то же самое просто президент свалил ну конституционный не совсем остался прям тот же самый сколько кольцо на суде человек и сколько изменилось не помню там вам 3 сменили дали не концу на суде 515 человек если не ошибаюсь изменилась штук 6 по махерану ли оттуда трое трех убрали сюда это не из 15 трое ну как бы считай ни о чем слушай а вот ты говоришь не было шоу вас шоу вас в третьем году стать и было сейчас я подожди хочу вот это все таки было подзаконить я уже сказал ты мне скажи а я уже сказал шоу в 93 году было давай донат донат помахай пальчики как-то шоу в 93 году у вас в стране было сейчас я тебе расскажу про рассказываю я жду меня ну подожди ну что ты меня начинаешь перебивать давай чирва я на его меня любопытно вот за 21 вот ты говоришь документ был подписан да ты его читал вот а чего его не довели туда ума до конца я не могу не в курсе не ну я тут примерно в курсе я просто не понимаю почему то раз согласно это президенту должен был бы переход на парламентской президентской верховная рада 21 еще проголосовала за это потом 22 на что янукович открестился если не ошибаюсь 23 он записал видеообращение в котором заявил что я не буду подписывать переход он не сказал прямой перехода то что все он сказал что под давлением все документы которые ему передает верховная рада он подписывать не будет но 21 февраля он подписывает документ которым он обязан сделать там чине 48 часов а 23 он заявляет что не будет и верховная рада так как это законодательная власть она имеет право издавать законы она взяла инициативу на себя и по моему 22 уже приняла переход на парламентской президентский по причине того что януковича уже отсутствовал в киеве бежал есть видео подтверждение где он собирает понатки лично контролирует его особняки как собирают вещи вот и все ответил могу про свой свой вопрос задать да ну давайте мне задай а потом мы к этому вернемся потому что у меня там еще ряд вопросов на который вас 99 давай у вас 99 году если не ошибаюсь ельцин после этого выборы были через не ошибаюсь если точить 4 4 4 месяца на основании какого статьи конституции путин был все это время у власти такой не был как президент он был у власти на не какой статьи конституции а вот сегодня я обожню сейчас тебе звук включу пока договорил вот у него обычно тебя же обычно там лимит 30 секунд не нужно речь выговорить не больше чем за 30 секунд иначе потом и вот главное чтобы в эфире продержаться прикольно кстати сейчас долго да начнешь говорить почему не под бахмутом и так далее что-то можешь про одессу сейчас помнить потом включить сирену на чечне надежки и свои символы символы кидать да давай 321 ты в эфире голос ты мне звук-то включил я сказал голос ты чё не в окопах молодец давай продолжай в окопах всегда одно и то же вот вы все такие вот как ты кстати а ты же ты разговариваешь на мове что-то новое что сирену и разговаривали в окопе скипнет скипнет сейчас угадал почти все предсказал пока я не ожидал что-то нового да кстати возвращаемся к старой теме какая у вас сегодня тема у кого для вас у меня только одна капитуляция украины до непрекращения украинской государственности вы будете капитулировать когда нет я вопрос задаю мы с вами прошлый раз закончили красной там теме вы слились этого вопроса убежали вот начинаем с того чем закончили я убежал напомнить ролик с вами вы же там комментировали вам плохой сон приснился да вы сказали пока давайте еще раз не отвлекайтесь сашенька не отвлекайся капитуляция украины это разве не прекращение украинской государственности может может и может и говорить дядя саша конечно конечно прекращение вы в прошлом разговоре были за то что говорили что украине нужно капитулировать говорили теперь еще раз поставь возвращаемся к тематике того что вы получается поддерживаете россию то есть вы пророссийский ответьте мне пожалуйста вот вас смотрят сейчас ваши подписчики возможно мои подписчики ответьте мне вообще ответьте мне пожалуйста вот сейчас вот за кого за украину или за россию я не за тех и не за других то есть а ваша группа где вы репостите это где напрямую оскорбляют украинцы где вы поддерживаете когда вы встречаетесь российским блогерами говорить да все правильно таких надо это получается вы не поддерживаете еще раз тогда повторюсь если вы как российский блогер за то чтобы капитулировала украина то получается вы у нас пророссийский верно так мы не собираемся мы собираемся воевать до последнего русского еще раз то есть ты получается пророссийский у нас правильно ты получается у нас пророссийский почему не воюет сашенька мы с тобой ответим на твой вопрос как только ты наконец-то ответишь на мой иначе это по-другому не работает кто тебе разрешил ко мне обращаться на ты и говорит сашенька так за понебратский я потерял родной моя ты рыбайка не подгорай не сгорай саша сашенька не сгорай я вижу ты же такой сюда вежливый культурный сашенька ослабься каким хозяином сашенька ты кем тебя возомнил какой хозяин шурик на какой твой счет кому я налоги плачу тебе что ли мой главный начальник вот так приезжают дойдет 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 вот и открылась к я натура сашенька да но кота натура в менталитет построен на том что кто хозяин процент указывается кому то что либо делать это типичная натура так делают представители российской федерации то есть это их менталитет они ставят себя выше других и ты ярый представитель именно знаешь раньше был нацист фашизм фашизм вы есть национализм а с 22 года появился новый термин и это худшее что может быть сейчас в мире потому что на это они слишком там как правильно выразиться левые они слишком пассивные фашизм по сути не прижился практически нигде хотя он присутствует то же самое российской федерации он присутствует это представитель шовинистического народа который ставит выше себя других то есть можно сравнить их там с нацистами тем самым но не ставят выше себя других при этом полностью без мозглые не соображающие ни в чем не разбираясь ни в чем но считаю что все им должны и они хозяева мира украина это националистический лозунг образованы еще давным давно не при тебе и не при мне национальным движением украины за освобождение за независимость от оккупации так как была она оккупирована на протяжении долгих веков более 300 лет и до украину ставили превыше собственного на собственной жизни для достижения общей цели независимости объясни мне пожалуйста о таком случае когда путин кричит слава россии шо это такое кто мне путин о наверное какой-то но объясни мне не подгорай сашенька ты у нас как пророссийский блогер как раз мы уже давно с тобой это определили объясни мне фразу путина слава россии не буду я тебя слушать если ты не отвечаешь на мои вопросы не прерываешь если ты хочешь меня слушать не прерываешь я когда начинаю говорить ты закрываешь свой понимаешь сашенька и все остальное к бойфрунгу сашенька я понял ты сгорел я тебе объясняю я когда тебе задаю вопрос мне бы хотелось тушить это не на него ответ вот я тебе пошел на маленькую уступку сашенька тебя не слышно сейчас расслабься я тебе звук выключил и в этом всем ключе когда я тебе задаю вопрос ты должен ответить потому что я тебе на задал кучу вопросов на которые ты уходишь всячески отказывайся на них отвечать тогда он мне вопросик я тебе ответил ты сгорел уже неоднократно за этот делах я тебе задаю простой вопрос когда ты же не спросил покрыть я спрашиваю про твою любимую россию которая ты поддерживаешь когда путин говорит слава россии это чё голос саша я тебе относился так снисходительно теперь эти ночи наверно потому что ты этого заслуживаешь ашенька от вопроса не отходи шоу о чем поговорим о чем надо говорить обычно предлагай лишь про войну у тебя есть другие темы конечно мир оказывается полон других тем а вы давай ни о чем разговаривали с людьми какие тему через вот так сельское хозяйство не разбирать как не разбираетесь а я слышал все украинцы сейчас стали разбираться не разбираться на в зерна новых вопросов первый раз об этом слышу не жаль я очень я да я крипте разговаривал раньше о крипте не крипто неинтересно вы про войну хотите ну расскажите про войну что для вас победа для меня ну да когда закончится война и закончится позывы к ее продолжению возобновления для вас победа ничем закончится для вас победа вот есть две стороны меня победа когда прекратится кровопролитие есть две стороны конфликтующие давайте по-другому я не являюсь участником я воюет друг с другом вы представитель россии вы являетесь участием вот есть 2 две стороны которые воюют друг с другом например для вас как же представитель россии что для вас победа очень хорошо сформулировал переследен это когда жизнь после войны лучше чем жизнь до войны как даже на мой взгляд отсутствие угрозы вооруженного конфликта с сопредельным государством это для меня будет условием формулировки победы так вы угрожаете если больше война с украиной будет невозможно или крайне маловероятно меньше чем до этого то я буду считать что в принципе произошла победа так вы ее начали еще четырестом году у меня спросили про критерии я не знаю кто начнут так вы иначе еще четырестом году с аннексия крыма с аннексией крыма гибридной войны на донбассе из полноштабного вторжения с 24 февраля 22 года так вы же начали да какую реакцию вы ожидали от украинцев после после этого все началось майдан майдан здесь причем он что на территории российской федерации был нет он был там где-то точно там свое время факельные шествия тоже не были на территории советского союза на это привело к огромным человечество еще разлет еще раз факельные шествия майдан напал кто примитивном смысле или в плане стратегическом давайте в стратегическом уже боюсь услышать ответа ну если в динамике посмотреть границу нато вы увидите что она двигалась на восток несмотря на устные заверения что этого никогда не будет то есть устные а где устные заверения что этого не будет ну к сожалению у меня их с собой нет никаких никого нету что так давайте даже разберемся вот припустим вот по вашей вести устные зари что такое устные заверения государственного масштабе это раз и во вторых еще раз причем здесь на так украине мы в нато что ли я не могу вам помочь чем я вопрос задал мне нужно не помочь на ответ мы в нато что ли благодаря тому что произошло не благодаря чему тому начавшемуся вооруженному то есть вы напали на нас до ну я не нападал вы напали вы представители российской федерации и из российской федерации гражданин российской федерации конечно вы напали еще раз причем здесь на так не нужно меня три ч bacillama я сижу на диване причем диаметры причем весна так тому что вы напали ну вот оказывается есть кстати чаще сгорелая техника заполняет весь юг россия там да 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 допуска и техника была бабла я понял еще раз причем здесь нато литва латвия эстония вступили в 90-е годы раз аляска эта территория нато находится на границе с вами 223 год финны вступают в нато причем здесь нато что-то вас это не смущает ну видите оказалось что украина важнее а то есть дело не в нато вы видите факт факта видите такие где сейчас войнушка какие факт войнушка где идет войну что оказалось что украина важнее всего чем украины войска в финляндии как вы себя обещать не знают и не знали я понял штабе виднее понял последний вопрос вам не жмет нет а вам понял мне ваша рука ваша не жмет таком случае желаю вам жить все то что петли украинцы земля с платы а